Синьхуа, Китай, председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Синьхуа, Китай. 17 апреля 2020 года. Пекин, 16 апреля. Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня вечером провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Си Цзиньпин указал, что в настоящее время, когда новая коронавирусная инфекция, ЧВИ-19, распространяется по миру, все страны столкнулись с трудной задачей борьбы с эпидемией. Он напомнил, что в течение одного месяца дважды общался по телефону с Владимиром Путиным и согласовал более эффективное сотрудничество в области профилактики и контроля эпидемии, что стало очередным доказательством высокого уровня китайско-российских отношений. По его словам, президент РФ лично руководит противоэпидемической работой и ввел в действие ряд эффективных контрольно-профилактических мер. Китайская сторона уверена, что под твердым руководством Путина Россия сможет в самый короткий срок сдержать распространение эпидемии, обеспечить безопасность и здоровье людей, восстановить социально-экономическое развитие. Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия имеют общие горы и реки, сердца народов двух стран связаны друг с другом. КНР всегда будет помнить о помощи России и Китаю, которая пришла в самый тяжелый момент битвы с эпидемией. В эти дни направленная китайским правительством группа медицинских экспертов ведет активную работу в Москве, делясь с российской стороной опытом борьбы с ЧАВИД-19. КНР отправила в РФ гуманитарную помощь и активно содействует российской стороне в закупке на территории Китая противоэпидемических медицинских средств. Китай продолжит оказывать России твердую поддержку. Си Цзиньпин поблагодарил российскую сторону за активную работу в интересах находящихся в РФ китайских граждан и выразил уверенность, что Россия будет и впредь обеспечивать гражданам КНР все условия для нормальной работы и жизни на своей территории. Он подчеркнул, что политизация и очернительство на тему эпидемии не способствуют международному сотрудничеству. Китай и Россия должны объединить силы для защиты глобальной безопасности в сфере общественного здравоохранения. Си Цзиньпин констатировал, что в первом квартале 2020 года торговый оборот между КНР и РФ вырос на 3,4% в годовом исчислении, что особенно ценно на фоне общей тенденции к понижению в мировой экономике. В условиях регулярных мер по профилактике и контролю эпидемии странам необходимо изыскивать новые гибкие и многообразные формы сотрудничества, стимулируя его непрерывное развитие. Си Цзиньпин высказал уверенность, что, выдержав экзамен эпидемии ЧАВИ-19, китайско-российское стратегическое взаимодействие станет еще прочнее и мощнее, а дружба между народами двух стран будет крепнуть день от дня. Владимир Путин отметил, что правительство и народ Китая, сплотившись воедино, добились важных успехов в профилактике и контроле эпидемии ЧАВИ-19, а в настоящий момент оказывают поддержку и помощь в борьбе с эпидемией многим странам мира. С самого начала эпидемии Россия и Китай тесно сотрудничают и поддерживают друг друга, что свидетельствует о стратегическом характере и высоком уровне двусторонних отношений. Попытки отдельных лиц запятнать Китай в вопросе происхождения вируса неприемлемы. Российская сторона намерена и дальше усиливать обмены и сотрудничество с китайской стороной в вопросах борьбы с эпидемией и других сферах, углублять координацию взаимодействия на различных площадках, включая ООН. Руководители двух стран договорились, что будут и дальше поддерживать тесные контакты различными доступными способами. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.